Подробнее о потерях российских оккупантов в боях за Авдеевку в частности, а также о ситуации в целом на фронте, поговорим с нашим следующим гостем. Это Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса ВСУ. Здравствуйте. 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 Ну, конечно, несколько дней. Главная тема – это вывод украинских войск из Авдеевки. ВСУ отошли, отошли на новые позиции. Россияне стерли с лица земли город и, по сути, захватили руины. Это дало им какое-то преимущество оперативное? Ну, оперативное, тактическое преимущество, конечно, дало, потому что они заняли господствующие высоты. Авдеевка находилась на господствующих высотах и давала возможность нашим вооруженным силам держать под контролем город Донецк, артиллерийским огнем, если бы была такая необходимость. Необходимость могла возникнуть, если бы россияне начали в городе Донецк строить какой-нибудь военный хаб или штабные центры, или складские помещения, или казармы, ну, что-нибудь. Мы город не обстреливали, но мы могли это сделать, если бы там начали группироваться, скажем так, какие-то военные или части, или оборудование, или что-то с этим связанное. Поэтому тактическая неудача здесь очевидна. Но стратегических успехов, особенных стратегических, каких-то преимуществ захват Авдеевки, естественно, россиянам не дал. Про это говорил еще Институт исследования Вины, войны американские, еще до 10 октября прошлого года, что даже если нам придется отойти из Авдеевки, то стратегических преимуществ россияне не получат. Скорее всего, такие штурмы с такими потерями, они были, преследовалась не военная цель, а скорее политическая, такой политический подтекст. Ну, мы все знаем, что 15-17 марта на России будут выборы президента Путина, и им нужны были какие-нибудь победные действия на фронте. Вот они, одно из таких действий, это как раз и была атака на Авдеевку, где было задействовано очень большое количество живой силы и техники со стороны россиян. Ну, это большое количество техники и живой силы россиян понесло крупные потери. Россия в боях за Авдеевку действительно недосчиталась очень многих. Например, в Генштабе ВСО озвучили цифры. Личный состав – это больше 47 тысяч, из них 17 тысяч убитыми. Уничтожены 364 танка, 248 артсистем, 748 бронированных машин и 5 самолетов. Штурмовали россияне позиции, украинские позиции в прямом смысле по трупам своих же солдат. И вот после таких масштабных потерь Шойгу радостно говорит Путину, им удалось за 4 месяца взять под контроль 31,75 квадратных километра. Это первая победа? Ну, в принципе, да. Первая победа – это победа, когда она сродни поражению. То есть такие потери, которые были понесены при захвате Авдеевки, они неадекватны тому военному смыслу, который вот такие потери могли бы принести. То есть, ну, ну, вот, вы видите, вы сказали по большому счету ключевые слова. Шойгу радостно доложил Путину о том, что вот такие успехи. Про 47 тысяч потерь убитыми и ранеными, про потерю практически танковой армии. Мы же помним, как они хвастали своей первой танковой армией, что она насчитывает 500 танков, и она может там чуть ли не до Ла-Манша дойти, или даже до Португалии. Почти 400 танков было уничтожено, не считая другой тяжелой техники. Это, по сути, уничтожена танковая, ну, как минимум механизированная армия. Это, ну, и по количеству людей. Армия – это больше 40 тысяч, то есть тут 47. Поэтому, ну, потери не оправданы с военной точки зрения, с политической. Ну, радостно доложил министр обороны, радостно доложил Верховному в Кремле. Ну, вот, что тут скажешь? Так или иначе, да, Авдеевку вооруженные силы Украины оставили, вышли из нее. И, кстати, президент США Джо Байден обвинил конгрессменов, которые не дают принять пакет помощи Украине в том, что в том числе и из-за них украинским войскам пришлось вывести силы, потому что не хватает вооружения. Но пока американцы рассматривают все еще этот законопроект, на днях о новом пакете военной помощи заявила Германия, пакете более чем на миллиард евро. Как это поможет уже сейчас украинским военным? И какими вообще объемы военной помощи должны быть, чтобы война перешла на следующий новый уровень, из оборонительной уже в наступательную? Ну, во-первых, по поводу конгрессменов. Давайте не решить на всех конгрессменов. Решение уйти на каникулы принял одно особо. Спикер Нижней Палаты представителей – это Майк Джонсон, который, ну, это вообще удивительно, это, как говорят, выборки демократии, когда один человек может заблокировать помощь во время войны трем странам – Украине, естественно, Израилю и Тайваню. Ну, это просто крайне удивительно. Он такими действиями, ну, мы понимаем, там, это связано с Трампом, это так называемая группа трампистов, они хотят добиться своих политических целей, связано это с границей с Мексикой, но имидж Соединенных Штатов очень сильно пострадал, потому что теперь их рассматривают как не совсем надежного партнера в Европе и во всем мире. Это он оказал медвежью услугу, даже, может быть, в будущем президенту Трампа такими действиями. Теперь про помощь. Очень неплохо на последней беспековой конференции в Мюнхене мы слышали заявление с Дани, заявление с Чехии о том, что нашлось у них необходимо, ну, не необходимо, а достаточное количество снарядов, это почти полмиллиона, точнее, больше, чем полмиллиона из Дани, не говоря уже про их артиллерийские системы, которые они готовы полностью нам передать, все, что у них есть. Ну, естественно, 800 тысяч снарядов от Петра Павла, ну, не от президента, а от, соответственно, Чехии. Ну, удивительно немножко тоже это было слышать, ну, приятно, но удивительно. То есть миллион снарядов искали нам почти год и не смогли собрать, и смогли собрать 524 тысячи, и то непонятно, когда они будут. А здесь за несколько дней удалось найти миллион 300 снарядов, ну, разного калибра, там не только 155-го, там и 122-го, но это, знаете... Я думаю, что когда наши друзья из Европы увидели, как могут действовать Соединенные Штаты, ну, я так понимаю, стало реально страшно. Поэтому они решили, ну, Дани, отдать всю артиллерию Украине, потому что, ну, страшно реально, что если нам не удастся, а мы начали нести определенные потери и терять населенные пункты на войне, то они поняли, наши европейские друзья, что может дойти дело и до них, и тут они уже... Тут уже не до сэкономить, где-то припрятать, сразу все находится. Ну, это хороший для нас сигнал, насколько это быстро может произойти, но тут трудно сказать, тут уже должны стороны договариваться про логистику, но особенно это сложно будет сейчас с блокированием Украины-Польской границы, ну, много очень вопросов, но как минимум про это уже сказано, что есть необходимое, ну, не необходимое, а достаточно неплохое количество снарядов, плюс помощь со стороны Германии, со стороны Франции, ну, надеемся, что это появится все, что нам нужно, не к лету, а, ну, хотя бы к весне. Ну, кстати, еще по поводу помощи от Германии, глава МИД Украины сказал о том, что будет возможное получение Киевом ракет «Таурус». Дмитрий Кулеба в Мюнхене на конференции напомнил, что любая дискуссия о поставках Украине новых видов вооружений начиналось отказы правительства Германии, напомнил он, что они медлили и с передачей Киеву танков «Леопард», но потом все-таки передали. Как думаете, вот с «Таурусами» будет такая же история? Так она уже такая же. Это уже тянется достаточно долго. Давайте вспомним, что говорил Шольц, канцлер Германии, про то, как они солидарны с Соединенными Штатами. И если Соединенные Штаты будут поставлять нам определенное оружие, одно относительно дальнобойное, это не считается дальнобойным оружием, это ракета маленькой и средней дальности, ну, по международной классификации. Ну, американцы поставили нам соответствующее оружие, тогда немцы заняли позицию, что необходимо обучать наших операторов, которые будут управлять этими ракетами, чуть ли не 18 месяцев они называли. То есть больше, чем запустить ракету, получать самолеты, больше, чем научиться управлять самолетом. Ну, когда это тоже было понято на смех, была еще одна аргументация, что они не могут заниматься переводом с немецкого на украинский, поэтому нам нужны операторы, которые будут знать досконально немецкий. Ну, это уже вообще, как говорится, простите за такой бульварный сленг, но на голову не налазим. Но потом еще были какие-то... А, потом были разговоры про то, что они хотят получить гарантию, что эти ракеты будут использоваться по территории Российской Федерации, и поэтому они готовы были их переделать, ограничивая дальность полета. То есть тогда они зачем-то нам нужны. Если они будут летать на 100 километров, посева не надо. Ну, много чего. Но потихонечку даже Германия уже начинает бояться, я так понимаю, того, что может произойти, если у нас будут какие-то неудачи на российско-украинской войне, насколько это будет опасно непосредственно для Германии. И вот потихонечку к ней оппозиция меняется. Обидно, что для того, чтобы они просто начали реально смотреть на вещи, нам нужно было потратить столько времени и столько, знаете, поднести жертв не только среди военных, а среди мирного населения, чтобы наши друзья из Германии начали смотреть реалистично на то, что в Европе сейчас самая большая война со времен Второй мировой войны. Ну, они вообще не хотели этого видеть. Они старались закрыть шторки, одевать на глаза. Вот, знаете, как детское поведение. Спрятался под одеяло, и все, я в домике, мне не страшно, все нормально. Ну, рано или поздно до них должно было дойти, хотя им это, как мы видим, очень не хотелось. Но, так или иначе, действительно, наблюдая за развитием событий, должно дойти, хотя, мне кажется, что, казалось бы, должно было дойти уже давно до всех. В Минхене много было заявлений на этих выходных. Например, премьер-министр Дании, Мэтта Фредериксон, сообщила, что ее страна решила передать Украине всю артиллерию. Да, вы говорили уже об этом. Там мало артиллерии, можно будет сказать пару слов про это, потому что уже появились такие позитивные, скажем, реакции, что сейчас там, ого, это не ого, это 62 единицы ориентировочно. То есть это приблизительно 24 самоходных артиллерийских установки М109, 155-го калибра, это 6 гаубиц калибра 122 мм, это, если я не ошибаюсь, 20 минометов, неизвестно какого калибра, и 12 систем реактивного, ну, реактивных систем запового огня. То есть вот вся их артиллерийская возможность у наших друзей из Датского королевства, это вот 61 единица. Не так-то уж и много. Но это важный прецедент. Вот премьер заявила, что, да, это пример для других стран. Она говорит, мол, у вас же есть тоже оружие, передавайте сколько вы можете. Но тут вопрос еще в том, как обеспечить снарядами эти гаубицы. Есть они сейчас в арсенале? Передадут их тоже? Вот это и есть, наверное, те полмиллиона, про которые говорили датчане. Потому что если у них стоит на вооружении, ну, стояли уже, я так понимаю, теперь они уже у нас на вооружении. Ну, например, те самые гаубицы, те самые самоходные артиллерийские установки, но они же не стояли с боекомплектом. Это согласно штатному расписанию должно быть. Но не может ездить самоходные артиллерийские установки без снарядов. Хоть какой-то запас там должен был быть. И на складе обязательно должен быть какой-то запас. Может быть, как раз вот эти полмиллиона, про которые идет разговор снарядов с зданием, то это, наверное, есть то, чем было обеспечено их на артиллерии. Но это мы допускаем. Так может там по-другому, может где-то в другом месте. Ну, цифра же полмиллиона была названа. Ну, на таком уровне руководители государств, ну, просто так же же не говорят они к этим словам. Они даже прямо очень редко говорят, они намекают. Ну, это мы знаем, большая политика так делается. А когда говорится прямо, ну, тут уже точно сомневаться не приходится. С исключением, если это артиллерийские, естественно. Ну, тут понятно. Уже официально стартовала коалиция дронов. Ее возглавляет Латвия и Великобритания. В Украине формируются новые силы беспилотных систем. И вот вчера вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что украинские дроны, аналоги ланцета российского, прошли предварительное испытание. И готовятся к первым боевым уже испытаниям. Какой эффект можно ожидать от них на поле боя? Ну, очень важно их боев испробовать, потому что россиян достаточно неплохо организована система радиоэлектронной борьбы, рэбы. И если эти ланцеты могут обходить или быть невразливыми для российских рэпов, то тогда это серьезная будет помощь нашим войскам в обороне, даже в каких-то контрнаступальных действиях. Это мы понимаем. Это БПЛа небольшого радиуса действия. Мы в последнее время, ну, может, это складывается такое ощущение, мы основную вагу уделяли как раз беспилотным витальным аппаратам, которые могут преодолевать расстояние в тысячу и больше километров. Ну, и мы видим результаты таких действий и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и много где мы видим, как горят их нефтеперерабатывающие станции, как взрываются заводы, которые связаны с военно-промышленным комплексом. Но такие дальнобойные беспилотники, естественно, никто не будет использовать на расстоянии там в несколько десятков километров. Поэтому не дальнобойные, но это будет нам помощь при голоде артиллерийском, при недостаточе артиллерийских снарядов. Это было бы очень, очень было бы неплохо. Пока раскачаются наши партнеры, пока мы увидим эти миллион триста снарядов на наших артиллерийских системах, то это, по крайней мере, пока это было бы неплохо. Ну и дальше-то дополняло бы. Дело в том, что эти беспилотники, они же отличаются от артиллерии, они же не такие мощные, не можно сделать такой массованный обстрел какой-то территории, где есть скопление войск. Но как высокоточное оружие, ну, многие из нас смотрят с удовольствием эти видео, как они атакуют танки, как они атакуют бронемашины. Живую силу недальнобойные беспилотники. И, в принципе, ну, насколько они точно, ну, залетают не просто в танк, в люк танка, если он открыт. То есть, это очень сильно поможет нашим войскам, и артиллерия, ну, для того, чтобы преодолеть снарядный голод в артиллерии, можно как раз использовать лонцеты. Ну, и лонцеты, а наши беспилотники. Ну, и потом, естественно, это может быть рассматриваться как высокоточное оружие, точечными ударами, это тоже будет, ну, серьезная помощь. Ну, артиллеристы тоже говорят, что без дронов им намного сложнее было бы выполнять свою работу, это очень важный такой тандем. И в рамках коалиции дронов Великобритания и другие союзники планируют передать Украине новые дроны с поддержкой искусственного интеллекта. Блумберг пишет со ссылкой на свои источники, что эта передача может занять несколько месяцев, но это будет такой рой беспилотников, которыми будет управлять один оператор. Есть такие сведения. И как это вообще можно вписать вот в рамки современной войны, эти новые дроны? Ну, вы знаете, вот надо аккуратнее немножко с искусственным интеллектом, потому что многие люди, которые не имеют технического образования, они воспринимают, что, ну, чуть ли не по фильму там про Терминатора, что сейчас они начнут думать и там чуть ли не начинать войну против людей. Искусственный интеллект – это просто очень хорошая система управления с возможностью автономно в некоторых моментах наносить поражение врага. То есть она может, благодаря своим программным обеспечениям, точно ориентироваться, где находится цель, может преследовать подвижную цель, но она не может думать так, как мы это понимаем, как думают люди. Она не может принимать решения, у нее нет абстрактного мышления, она не может стихи писать. Ну, то есть, ну, это не совсем, это так просто очень аккуратно с искусственным интеллектом, потому что много очень разговоров. А вот РОИ, да, если это будет несколько беспилотников, которые могут быть связаны между собой по определенной системе, ну, беспроводной связи, скажем так, и могут управляться один головный, а за ним остальные, именно одним оператором, то это, ну, от РОИ точно защиту россиян никакой РЭП там не справится, это будет серьезно. Ну, тогда такие РОИ надо направлять, конечно, не на танк, а на какие-то более серьезные укрепления, или, ну, штабы, может, какие-то центры, какие-то склады, то есть, ну, может быть, на те же самые железнодорожный транспорт, по которому россияне активно перевозят технику, туда было бы неплохо, ну, и так далее. То есть, я думаю, еще узнать, у нас точно цели будут расписаны по приоритетности, и, дай Бог, чтобы эти дроны у нас появились как можно быстрее, как дополнение к нашим дронам. Мы скоро выйдем, наверное, на лидерские позиции по производству беспилотников. Уже тактика ведения войны даже в Соединенных Штатах меняется, в зависимости от, ну, ориентируясь или беря до уваги, как бы, вопрос. Во внимание опыт войны, российско-украинской войны. Ну, например, яркий пример, фара, такой сокращенно боевой разведывательный вертолет, ударный, был снят, даже уже были готовы опытные в России, но была снята программа, закрыта программа, хотя вертолет был очень удачный, и он должен был через несколько лет стать на вооружение в Соединенных Штатах. Решили, что это нецелесообразно, потому что по опыту войны в Украине нет смысла использовать разведчик, разведывательный, использовать вертолеты как разведчики, даже такие современные, лучше эти деньги потратить на БПЛА, которые более эффективные разведчики, неж вертолетов. То есть, видите, уже несколько лет разрабатывалась программа, задействованы серьезные компании, уже опытные образцы, они уже попробовали. И вот посмотрели, что происходит у нас, сказали, нет, закрываем программу, давайте лучше дронам. То есть, ну тут мы уже, FPV-дрон, это же наша разработка, то есть, россиян у нас это собезьяничали, поэтому, в принципе, я думаю, мы на рынке вооружения после войны в производстве дронов будем, наверное, на лидирующих позициях, если не на первой. Это важно и для экономики, и для военного потенциала, конечно же. Но еще хочу поговорить об одной опасности, о которой заявили в Пентагоне на прошлой неделе. Там сказали, что Россия разрабатывает ядерное оружие для уничтожения спутников на орбите. Что вы думаете по этому поводу? Россия способна подобное сделать и применить? Знаете, мне кажется, что это было сказано как раз со стороны Соединенных Штатов, чтобы немножечко встряхнуть наших европейских партнеров. Ну, нет у них такого оружия, которое могло бы эффективно действовать в космосе, уничтожая спутники. Ну, это глупость, честно. Потому что уничтожив спутники можно только взрывной волной уничтожить. Простите, их нельзя, потому что там нет никакой взрывной волны в космосе. Только электромагнитным импульсом, который не распространяется на большое расстояние. Ну, это в стиле Скобеева, не Скобеева, Симоньян, которая предлагала взорвать бомбу над Сибирью, для того, чтобы электромагнитный импульс, который возникает при ядерном взрыве, разрушил все системы связи в Европе и положил мобильную связь. Ну, то же самое. Но, слушай, космос громадный, там большие расстояния. Это должен быть очень мощный взрыв ядерный, для того, чтобы зацепить какой-то спутник, который на сотне, может быть, на тысячи километров от этого места взрыва, они же не летают один за другим. Ну, мне кажется, что это больше похоже на какие-то пропагандистские разговоры. Технически, теоретически, да, можно электромагнитными импульсами уничтожить системы связи, которые идут через спутник. Мне надо взорвать штук, ну, не знаю, сотню, наверное, и там, ну, это... Доставить в космос ядерный заряд, ну, а какая разница, что загрузить в ракету? Космонавты или бомбы? Вес, например, одинаковый. То есть тут в этом проблем нет. Но рассматривать это как систему уничтожения системы связи в глобальной мировой сети, ну, это, знаете, это... Это у Дова Медведь. Вот это он может накатить немножко. Да, 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 да. Мы слышали его заявления очередные об ядерных угрозах на прошлой неделе, да. Но, тем не менее, россияне продолжают свой военно-промышленный комплекс разрабатывать, так или иначе. И вот появилась информация о возможном применении новой ракеты, ракеты Х-69, носитель для нее самолет Су-57, и говорят, что дальность поражения этой ракеты 290 километров, а скорость полета до 1000 километров в час. Вот год назад Международный институт стратегических исследований говорил, что эта ракета Х-69, вероятно, находится на финальном этапе разработки, или уже стадии производства. И вот сейчас говорят, что ее скоро, возможно, будут использовать. И вот что это за ракета? Она может быть опасна, насколько для Украины? И она есть аналогом вооружения, которое предоставляют Украине партнеры? Или это что-то, какая-то новая российская разработка? Это, скорее всего, модернизация Х-59, то есть такая ракета, управляемая ракетой, 1000 километров в час, это меньше, чем скорость звука. То есть это не скоростная ракета. Она планируется как высокоточная ракета, поэтому вполне возможно, что это. Но, знаете, они потихонечку парк ракет свой меняют. У них есть ракеты, которые мы еще им передали. В 1998 году мы им передали 755, 575, точнее, ракет Х-55, которую они модернизировали и превратили в Х-555. И даже Х-55, те ракеты, которые были у нас на вооружении, они по нам запускают как ложные цели, как отвлекающие цели. Поэтому говорить о том, что у них какое-то суперооружие, ну, уже был разговор про Циркун, что это какая-то суперракета, которая лучше, чем кинжал, выяснилось, что мы изучаем ее обломки. Но если мы изучаем ее обломки, то она не долетела туда, куда надо, значит, ну, ее сбили. Я думаю, что их разговоры, они, вот знаете, они любят выхваляться будущими победами. То есть они не тем, что вот у них произведено, они показывают, насколько это эффективно. И даже немножко, как обычно, принято на рынке вооружение, немножко преуменьшают возможности какого-то оружия, чтобы, ну, вот не опозориться, скажем так. Россияне еще ничего у них не летало, ничего они не испытывали. Где-то на бумаге это прописано. И начинают на весь мир рассказывать. Они так и не пугают. Ну, знаете, так, кто постарше, помнит 90-е годы, так себя вели бандиты. Это называется понты. И вот россияне, у них основная модель их поведения, как мне кажется, это просто понтануться. Вот если они не понтуются, они просто спокойно жить не могут. Поэтому Х-69, я думаю, ничего там такого сверхъестественного, это точно нет. У них нет таких возможностей сделать что-то сверхъестественное. Просто нет возможности. А рассказывать, ну, вот, знаете, хочется анекдоты рассказывать. Вспомнил старые анекдоты, когда приходят, жалуются, там, врачуешь, у меня там уже много лет, там, у соседа, вот он может много раз за день даже, ага, с чего вы это взяли? Это он рассказывает. А что мне делать? Это вы тоже рассказываете. Вот это примерно то же самое. То есть они будут дальше рассказывать. Поэтому слушать это и бояться это, ну, слушать можно. Для того, чтобы потом проанализировать, что они наговорили. Но бояться не надо. А давайте два слова. Вспомните, что было с кинжалами. Насколько это было, как она подавалась, как ракета, которую не может перехватить не только современные, но даже перспективные средства противовоздушной обороны. В результате... Да, мы знаем, чем это закончилось. Да, действительно, видим, как справляется украинское ПВО с этим. Спасибо вам большое, Алексей, за ваше экспертное мнение, за то, что поставили все точки над «и» в этом вопросе. Алексей Гетман, военный эксперт, майор запаса ВСУ, был с нами на связи. Спасибо.